Представляется пациентка 65-го года рождения, 50 лет, проживает в Саратове, что несколько усложнило нашу программу обследования. Обратилась с жалобами на постоянную изжогу и в последний месяц отметила появление периодической дисфогии на приём твёрдой пищи в сочетании с сердцебиением. Кроме того, беспокоит боли за грудиной, одышка, усиливающая при незначительной физической нагрузке. Для купирования изжоги, по рекомендации терапевта, используя антоциды ронетидин, эффективность лечения оценивает как низкую. Изжога беспокоит в течение 4-х лет и из периодической возникающей после еды она стала постоянной. Антоциды уменьшают её, но не купируют, ронетидин эффекта не даёт. Ну и вот это вот появление дисфогии, плохое самочувствие, боли за грудиной, одышкой, низкая эффективность лечения явились основанием для обследования, которое, в общем-то, она ранжировала сама. Она предоставила выписки, какие-то более новые, какие-то старые, при ЭКГ. Ритм синусовый, ЧСС-72, горизонтальное положение электрической оси сердца на вдохе становится нормальным. Изменения в миокарди-желудочках. По рентгену лёгких, лёгкие без видимых очаговых инфильтративных теней, лёгочный рисунок обогащён по смешанному типу, корни лёгких структурно не расширены, диафрагма обычно расположена, куполы нечёткие за счёт нежных спаек, кардиодиафрагмальный синус облитерирован, аорта не изменена, сердце в оперечнике не увеличено. Рентген желудка только заключение, фиксированная грыжа пищеводного отверстия без указания размеров, лабораторные данные без какой-то существенной патологии. И вот была проведена перед консультацией гастроскопия, при которой слизистая пищевода бледно-розовая, в нижней трети белесоватая и утолщенная. Отмечается рефлекс желудочного содержимого с умеренным пролапсом слизистой желудка в пищевод. Косвенные признаки скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Карди на 38 см от резцов не смыкается полностью при инсуфляции воздуха. Он проходима при осмотре в инверсии аппарат слизистой плотно не охватывается. Диаметр хиатуса не менее 1,8 см. Зубчатая линия чёткая и неровная с зубцами по задней левой стенке на 2 см выше хиатуса. В желудке умеренное количество прозрачного содержимого окрашенного желчью. Слизистая желудка диффузно ярко гиперемирована, более выражена в проксимальных отделах отёчно. Биоксия на геликобактер из антропа. Складки тела желудка эластичны, расправляются не полностью с рыгиванием. Перистальтика сохранена в полном объёме. Перевратник сомкнут. Луковица округлая, слизистая, застойная с мелкоточными микролимфостазами. Ретро-бульварный просвет округлой, складки отёчные, слизистые, с диффузными застойными явлениями и обильными высыпаниями по типу манной крупы. Продольная складка выражена умеренно, БДС не визуализируется, желчный момент осмотра в кишке умеренно прозрачна, перистальтика сохранена. Заключение. Недостаточность кардии, признаки скользящей грыжи пищеводного отверстия, рефлюкс изофагит первой степени, смешанный гастрит. Хронический бульбододенит, доденогастральный изофагиальный рефлюкс и хелпилтест, тест положительный. Ну и в ходе обследования то ли эндоскопист, то ли рентгенолог сказал ей, что вот у вас грыжа фиксирована, вам, возможно, показана операция и поможет вас. Собственно, с этим вопросом она и обратилась к нам. Из сопутствующей патологии артериальной гипертензии более 10 лет принимает веропамил 40 мг 3 раза в день. В 2006 году было острое нарушение мозгового кровообращения без последствий. И в 2014 году холецистоктомия по поводу желчнокаменной болезни хроничного калькулезного холецистита. При обследовании повышенного питания индекс массы тела 29, ну и в остальном какой-то патологии нет. Есть постозность гольный, живот мягкий, безболезненный. Ну, диагноз мы сформулировали. Герб, нейрозивная форма, аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, хронический рефлюкс гастрит, HP ассоциированный в фазе обострения хронический додонит и сопутствующая патология артериальная гипертензия. Рекомендации даны следующие. Монометрия высокого разрешения. Почему? Потому что она решала вопрос о том, нужна ли ей операция или нет. И, как сказал Александр Сергеевич, монометрия в этой ситуации является обязательной. И вторая позиция – это всё-таки появление дисфагии, хотя выраженной слабо. Мы назначили ей пантопрозол и итомет, но рекомендовали итомет начать после проведения монометрии и прийти на повторную консультацию. Она оперативно через день сделала монометрию как раз на кафедре у Александра Сергеевича. Ну, здесь много цифр, да, которые говорят о том, что медицина становится точной наукой. Я вам прочитаю заключение. Исследование проведено пациентке в положении лёжа на спине. Не выполнено 10 глотков воды объёмом по 5 мл каждый. По данным исследования двигательной функции пищевода в режиме HRM давление покоя верхнего пищевода снижено. Раскрытие его в ответ на глоток в пределах нормальных значений. В процессе исследования в зоне пищеводно-желудочного перехода визуализируется одна зона высокого давления, что соответствует нижнему пищеводному сфинктуру. Данные за наличие грыжи при проведении исследований не выявлены. Давление покоя нижнего пищеводного сфинктура в норме обусловлено преимущественно давлением ножек диафрагмы. Раскрытие в ответ на влажный гаток в норме. Перистальтические сокращения в дистальном отделе пищевода отсутствуют. Вот этот показатель DCI 26 мм тупного столба. Заключение в соответствии с чикагской классификацией версии 3 отсутствие моторики пищевода. Ну, в целом, конечно, диагноз это не даёт, поскольку отклонения моторики могут быть выявлены при диабете, амилоидозе, алкоголизме, мексидеме, тяжёлых формах ГАРП, но ничего этого у пациентки нет. Поэтому мысль пришла о том, что это может быть проявлением склеродермии и рекомендована консультация в НИИ ревматологии для исключения склеродермии. Ну, вот так, монометрический вид нормы, да, и отсутствие перистальтики пищевода у больной склеродермии. Ну, ей надо было уезжать, поэтому в институт ревматологии она попала только в июне 2017 года во время очередного визита в Москву. За это время в целом самочувствие на фоне проводимой терапии улучшилось, поэтому она так и затянула. Ревматолог назначил ей определение антицитромерных антител, да, специфических для системной склеродермии. Антинуклеарный фактор, который повышается практически у всех больных. И результаты показали, что вот эти антитела положительные, но она, сдав анализы, уехала, получила результат по электронной почте. И, так сказать, объявилась она уже в декабре 2017 года, когда была госпитализирована в отделение ревматологии вот этого федерального центра специализированных видов помощи с диагнозом системная склеродермия, хроническое течение с поражением кожи, склеродоктилий, симптом кисетопищевода, сосудов, синдром Рейно, типичные каплеароскопические изменения, ну и иммунологические нарушения, вот эти антицентромерные антитела. Кроме того, выявился саркоидоз. Ну, здесь надо сказать, что практически у всех больных с склеродермией выявляется вот эта патология пищевода. Связана она с фиброзом облитерации сосудов, поражением мускулатуры, нарушением иннервации. И приводит это в конечном счёте к тому, что пищевод перестаёт сокращаться. Давление покоя нижнего пищевода обычно снижено умеренно, но перистальтика практически отсутствует. Если говорить о рекомендациях, есть рекомендации европейские, есть рекомендации отечественной ассоциации ревматологов. И те, и другие говорят, что надо использовать на постоянной основе ингибиторы протонные помпы. Ну, в отечественных рекомендациях упомянутый метаклопорид и домперидон, которые, в общем, мы уже не используем для лечения рефлюксной болезни, и в европейских, говорится так. Они с тоской вспоминают препарат цизоприд, которого уже нет, но говорят, что любой доступный прокинетик надо использовать. И ещё одна позиция. Очень часто у этих больных развивается синдром избыточного бактериального роста. Ну, и заключая, хотел обратить Ваше внимание на то, что изжога дисфагии могут быть симптомами не только герб, но и других заболеваний, в том числе очень грозных. И для уточнения диагноза, особенно при дисфагии, необходимо проведение вот этой монометрии высокого разрешения. Если говорить о склеродермии, больных надо лечить постоянно. Оптимальной является комбинация ингибиторов протонной помпы и прокинетиков. При появлении симптомов, которые свидетельствуют о наличии СИБР, а они разовьются практически обязательно, потому что они и без ингибиторов стоят в 40%, но ингибиторов в 100%, им показано проведение курсовой эмпирической антибактериальной терапии. Ну и ещё раз, любой вопрос о постановке оперативного лечения герб требует обязательного проведения монометрии высокого разрешения. Спасибо. Спасибо.